Прием детей с ограниченными физическими возможностями проводят в Ингушетии лучшие медики России. Курс реабилитации для детей с диагнозом ДЦП и аутизм проходит при поддержке Клуба Добрых Людей. Войтотерапия, лечебный массаж и оздоровительная физкультура. Врачи работают по известным методикам. Подробности в материале нашего корреспондента. В данный момент я сейчас делаю разработку верхних конечностей, то есть плечевого сустава с отведением кисти для дальнейших выполнений упражнений. Это БОБАТ-терапия. Ее проводит квалифицированный врач, который приехал из Астрахани. Такие процедуры просто необходимы детям, страдающим ДЦП. Эффективность этой методики доказана и применяется во всем мире. Смысл методики разнообразен, то есть к каждому пациенту идет индивидуальный подход для обучения каким-то навыкам. То есть если ребенок не умеет держать голову, мы будем подбирать какие-то конкретные упражнения для того, чтобы ребенок держал голову. Если он не умеет ползать, соответственно, мы будем учить его ползать. Для семьи Марифы Ханиевой возможность пройти реабилитацию, не выезжая за пределы республики, большая удача. Ведь до этого им приходилось посещать дорогостоящие клиники в Челябинске. У Марифы четверо детей, двое из которых давно стоят на учете в фонде КДЛ. У Маки чуть легкой формы, а у второй Мадины, тяжелая форма ДЦП. У меня ребенок не разговаривает, не видит, не слышит, не сидит. Тут у нас уже чуть-чуть получше. Есть небольшая динамика, мы реабилитируемся. Помощь нам помогает, мы не первый год у них стоим на учете. Если таких хороших специалистов приглашают к нам, это для нас большой плюс. Мне кажется, я довольна. В Ингушетию, чтобы провести курс реабилитации, приехали три специалиста, которые работают по методике войтотерапии, точечного массажа, боботтерапии и лечебно-физической культуре. Как, например, Ашраф Эльбадруси. Молодой и талантливый марокканский специалист – настоящая находка для этого центра. Он занимается развитием опорно-двигательного аппарата. Лечебную физкультуру мы используем, когда у детей ДЦП или даже у детей с деформацией локомотор двигательный аппарат, есть проблемы. То есть, либо мышцы не выполняют свою работу, либо суставы полностью не двигаются в верхней амплитуде. То есть, там бывает корткомплитуды, человек, естественно, не может ходить, как обычные люди. И занимаемся РФК, чтобы он мог укреплять свои мышцы, освободить свои суставы и артикулации и лучше двигаться. Курс реабилитации с участием лучших специалистов в лечении ДЦП и аутизма – проект фонда КДЛ. Один специалист может принимать до 8 человек за весь курс, который состоит из 10 дней. Теперь жителям Ингушетии не обязательно выезжать за пределы республики, поскольку пройти терапию можно на базе фонда, причем абсолютно бесплатно. Фонд КДЛ, создав такой центр, именно при фонде, облегчил, можно сказать, вообще все выездные мероприятия. Что очень важно, специалисты приглашаются именно по запросу родителей. То есть, нет такого, что мы сами выбираем специалистов. Сколько родителей большинство проголосовало, то есть, как бы оставило заявки, то тех специалистов мы и приглашаем. Более того, в центре КДЛ предусмотрены современные тренажеры, разработанные специально для детей, и страдающих с церебральным параличом, как, например, Гросса. Чтобы ребенок учился правильно ставить ногу, увеличивать нагрузку и снимать нагрузку на нижние конечности путем натягивания канатов. Также данный тренажер очень хорошо подходит для вертикализации детей, потому что дети чаще больные ДЦП, они привыкли находиться в горизонтальном положении. Поэтому, если мы не проводим занятия с разнообразными движениями детей, они привыкают к одному положению, чтобы их физические возможности были наравне и с умственными, им необходимо полностью развивать свой организм. Поэтому данный тренажер очень полезен и для верхних и нижних конечностей, и также для вестибулярного аппарата. Эти курсы функционируют уже больше года. Всего с начала работы центра на базе фонда КДЛ бесплатную реабилитацию прошли 60 человек. Записаться на новый курс можно будет уже 7 марта. Тогда прием будут вести сразу 4 специалиста. Далее Костоева, Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.